Саликнерин нож. Возмазан е в жаманакакицте саканин. Артен идеал хамакачкуме. Как вы думаете, какой смысл вообще организовывать эту встречу, если никаких результатов, по сути дела, не будет? Ну, никаких результатов это уже какие-то результаты. Тот факт, что они, в принципе, встречаются и разговаривают, этого часто достаточно для того, чтобы вообще говорить о том, что результаты у встречи какие бы то ни было были. К этому стоит добавить, что на следующей неделе в Москве будут президенты Армении и Азербайджана, если, по крайней мере, верить российской стороне. Соответственно, будет еще одно обсуждение. Плюс будет встреча в Брюсселе. Нет, совершенно очевидно, что контакты сейчас идут с промежутками максимум в 2-3 дня. И я не скажу, что это дает надежду обязательно на то, что будет достигнут какое-то соглашение, но, по крайней мере, шансы такие появляются. Здесь вопрос в том, чтобы по нему конкретно сейчас обсуждается. Вот это вот действительно достаточно сложно. Не имея никакого инсайда, оттуда до вон, скорее всего, и не появится. Обычная инсайдерская информация появляется либо с большим промежутком во времени, либо какая-то из сторон выдает то, что она считает для себя наиболее выигрышным. И тогда уже приходится, что называется, делить на 10 и пытаться разобраться, сколько в этой информации правдивого, а сколько в этой информации пропаганды одной из сторон. Я думаю, что они не столько боятся. Вот как бы всерьез, что прямо сейчас это может произойти, они напоминают, что Россия действительно там находится. Россия, несмотря на то, что ослабела и не может в полной мере реализовывать свои интересы, но защитить их в состоянии, тем не менее, может создать как минимум серьезные проблемы любому переговорному процессу, который не будет учитывать российские собственные интересы. И вот об этом Лавров и напоминает, потому что изначально уже казалось еще там недели две назад, на самом деле, многим коллегам, что переговоры все больше и больше идут без какого-либо участия России. В итоге, не знаю, какие аргументы нашел Кремль, но он, очевидно, их нашел, особенно после приезда в Москву на 9 мая Никола Пашиняна, он нашел аргументы, чтобы доказать, что учитывать его интересы необходимо. И Лавров вот именно что, просто напоминает о том, что в Москве есть свои интересы в реальности в этом конфликте. И та из сторон, которая попытается полностью об этом забыть, будет иметь дополнительные сложности с Москвой. А если об этом попытаются забыть обе стороны и Запад, то Москва попытается торпедировать переговорный процесс, надо сказать, как она уже делала неоднократно в прошлом. К сожалению, приобретенский вопрос. Вообще, после войны 2020 года Москва выступила главным посредником, заключив знаменитые трехсторонние соглашения, я надеюсь, вы знаете. Однако, сегодня большая часть положений этой декларации не выполняются. Между тем, Лавров настаивает на том, чтобы отступление от этих положений вообще не должно быть. Он настаивает на этом. Скажем, Лачинские коридоры остаются закрытыми. Безопасность проживающих в Нагорном Карабахе армян вызывает серьезные сомнения. Москва несет ответственность за все это. В Кремле они могут решить эти проблемы или не хотят решить? Есть ли ресурс или нет этого ресурса решать эти проблемы? Я думаю, что с большим напряжением Кребль в состоянии решить эти проблемы, если бы он хотел. Но желания решать эти проблемы прямо сейчас действительно у Кремля нет. На самом деле, первый, кто не соблюдает эти соглашения, это, собственно, Москва. При этом Москва понимает, что речь не идет о так называемых юридически обязывающих документах международных. Речь идет, по сути дела, о заявлении, о меморандуме, который при желании можно пытаться трактовать по-разному. Поэтому, соответственно, когда мы говорим, что ответственность лежит на Москве, мы должны понимать, что ответственность может лежать на том, кто осознает и признает эту ответственность. В данном случае Москва, очевидно, совершенно эту ответственность не признает. А заявление о том, что подписанные тогда документы должны полностью до буквы, что называется, соблюдаться, А не именно заявление. В реальности судить надо по действиям Кремля, по действиям российских миротворцев в данном случае в регионе. Как будут развиваться события по вашему, если украинская сторона начнет, кстати, это было анонсировано, начнет активное контрнаступление и добьется каких-либо успехов? Как это отразится на нашем регионе? Ну, я думаю, что до определенного момента Кремль будет стараться удерживать уже все силы, которые он мог отозвать из региона. Он отозвал. Сейчас российские миротворцы действуют так, как будто войны в Украине нету и так, как будто они в любом случае будут оставаться в регионе в том количестве и с такими вооружениями. Перебрасывать их в Украину, как это было в начале войны, когда у Москвы была надежда быстро достичь решительной победы, очевидно, не будет. Соответственно, на ситуации в регионе это отразится только с одной стороны. Если Украине удастся достичь решительного преимущества, хотя бы временного, то у Кремля просто не будет времени и желания заниматься регионом. В таком случае есть шанс на то, что удастся без торпедирования со стороны Москвы этих переговоров быстро договориться. Если есть шанс на быструю договоренность, а здесь я боюсь, что есть другие дополнительные условия. Помимо Москвы есть Анкарат, есть позиция Азербайджана, которая тоже не очень договороспособная в нынешней обстановке. С учетом того, что они уверены, что у них есть преимущество серьезное. Соответственно, есть единственная надежда, что опять-таки в этом случае Запад будет действовать гораздо активнее, чем он действует сейчас. Потому что успехи Украины только усиливают позиции западных союзников Украины и никак не мешают им проводить другие дипломатические процессы. То есть Москва же будет прикована к происходящему. Сейчас о внутриполитических проблемах России. О чем говорит вообще конфликт между Пригожиным, Шойгу, Герасимом? Назревает ли настоящий раскол в российской военно-политической элите? Или это просто большое театральное прекрасное представление для всего мира? Я бы не назвал это совсем театральным представлением, потому что для Евгения Пригожина это действительно борьба за его существование. Как минимум, как военного и политического деятеля в России. Но с точки зрения полноценного раскола элит, нет, конечно, он не происходит в России. Нет, а речь идет о том, что Евгений Пригожин до войны был, не был частью российского правящего класса. Нет, и высшее руководство страны его в таком качестве не воспринимало. В начале войны через личные отношения с Владимиром Путиным, а мы понимаем, что Россия персоналистский режим, авторитарный, соответственно, роль лидера играет огромное значение. Нет, Евгений Пригожин почти вошел в число высших руководящих людей страны. Но дальше углубляющийся конфликт с министерством страны, в котором внезапно он лишился в начале 2023 года поддержки президента, когда Владимир Путин назначил главу генштаба, главу российской группировки войск, воюющей на территории Украины, это лишило его, по сути, почвы под ногами. В нынешний момент получается, что Евгений Пригожин свободно критикует российский генералитет и регулярную армию, потому что он находится, по сути дела, в ловушке, он находится в бахмуте с ЧВК «Вагнер». Выйти оттуда ЧВК «Вагнер» не может, потому что, как сам Пригожин говорит, ему угрожают объявления его изменникам о Родине. И главное, что у него заберут контроль над ЧВК «Вагнер», что открыто почти декларируется. А если он там остается, то возвращаемся к теме украинского контрнаступления. Он оказывается одной из первых целей этого контрнаступления, рискует потерять и жизнь, если он будет находиться там, и как минимум ЧВК «Вагнер». А за этот год он подвязал, по сути дела, все свои процессы на ЧВК «Вагнер». Они стали основой, базисом для его экономического, в том числе процветания для его политического влияния. Теряя ЧВК «Вагнер», он полностью выпадает, даже если остается живой и здоровый, из российской политики. Но это в любом случае борьба единицы, одиночки против российского правящего класса, или, по крайней мере, значительной его части. Но не против Путина, я извиняюсь, в любом случае. Не против Путина, хотя он позволяет себе вот эти вот его высказывания про дедушку дальше в прямом эфире слово повторять, наверное, не буду, но достаточно оскорбительное, которое, в общем, ничего не понимает. Оно, безусловно, относилось к президенту и связано с тем, что Евгений Пригожин, понимая, что он находится в ловушке, пытается любым способом снова привлечь к себе влияние Путина, добраться лично до Путина, и он уверен, что он объяснит Путину, как в известной уже ставшей мемом фразе «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка», что произошла чудовищная ошибка. Нет, он лоялен президенту, и его надо спасти. Господин Петрович, огромное вам спасибо, что нашли время присоединиться к нам и прокомментировать ситуацию как в армяно-азербайджанских отношениях, так и по поводу политики России. Господин Путин 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 Путин, Русиастан-Иу Борщ, Размакакан Канелитей, Продолжение следует...